Этот модульный фаб построили всего за три дня. Сначала жители села Алексеевка и окрестных деревень приходили сюда из любопытства, как на экскурсию. Им и фельдшеру Наталье Ермаковой есть. С чем сравнивать? В таких условиях медику довелось работать впервые за 30 лет стажа. Это у нас электронные детские весы. Это столик пеленальной с подогревом. Здесь электрококеограф. Дефибриллятор. Этот фаб был просто необходим, потому что старое здание было практически разрушено, было в аварийном состоянии и не соответствовало ни санитарным нормам, ни стандарту оснащения медицинским оборудованием. Поэтому в 2018 году на сходе граждан было принято единогласное решение, что быть фабу. Этот фаб обслуживает семь деревень. Почти 300 человек теперь могут пройти профосмотр рядом с домом, получить необходимые процедуры и лечение. Что случилось? Что болит? Жалобы ваши? Ну, подкашливает немножко. Температура есть? Нет. В минувшем году в Покровском районе построили пять модульных фабов. Программа будет продолжена по всей области, заявил губернатор во время рабочих поездки в район. Сегодня фаб – это возможность более ранней диагностики различных заболеваний, постоянного мониторинга и старшего поколения, и новорожденные есть, кто уже использует оборудование, находящееся в фельдшерском пункте. Но и сейчас актуально это доступность по вакцинации. У нас и фельдшер, находящийся, может и провести диагностику. И я точно знаю, что соседние области завидуют найденному нами решению по строительству достаточно дешевых. Ну, все стоит, конечно, денег. Но вот сегодня я посмотрел великолепное медицинское оборудование, все условия для посетителей. Новоселье ждут жители села Дровского. О новом сельском клубе они мечтали давно. Много лет ДК находился в приспособленных помещениях. С просьбой выделить новое пространство для досуга и творчества люди обратились к губернатору. Возможность зажечь культурный очаг появилась благодаря реализации нацпроекта «Культура». Мы люди пенсионеры, нам куда ходить? Только в клуб. Мы не на танцы можем, на дискотеку прийти, если нас пригласят. Прошлым летом строители планировали завершить объект досрочно. Обещаний не выполнили, сроки затянули. Контракт у вас до какого периода? Контракт у вас до 1 апреля. Нет, контракт у вас не до 1 апреля. У вас вот в эксплуатации до 1 апреля был. Контракт у вас был до 1 января 2021 года. Правильно? Выполнение работы по контракту. Андрей Евгеньевич, мы понимаем ситуацию, о которой мы сейчас говорим. Нет, вы не понимаете ситуацию. Ситуация в том, что мы с вами 1 апреля должны это действовать. Строители получили последнее предупреждение ДК. Они должны открыть в мае. За срыв срока вместе с подрядчиками будут отвечать чиновники. И у нас департамент строительства со всеми своими структурными подразделиями получит. Проверка сейчас идет. Просто не хочу говорить, но выговор точно будет. Это, наверное, самое минимальное, что не получит. И когда мы жителям обещаем, за эти обещания нужно отвечать. Андрей Евгеньевич, залазим. Но поймите, что есть объективные причины. Именно объективные. Это 20-й год внес такие корректировки, что я впервые столкнулся с тем, что просто-напросто некому было работать. Представьте, если органы госвластия. У нас же тоже болели. Я болел. Здесь все присутствующие практически болели. Мы просто остановились бы, перестали платить зарплату, перестали выплачивать пособия. Еще один результат реализации нацпроекта губернатор оценил в Покровском лицее. На этот раз на отлично. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» был открыт в прошлом году.